Основной вопрос науки о происхождении жизни мембрана или фаза. Теорема моего сообщения формулируется следующим образом. Фазовый подход, основанный на сакционных свойствах белков, способен объяснить самые элементарные, самые первые формы жизни в виде протоклетки образования протоклетки, которые являются колыбелью жизни. При этом фазовый подход имеет все необходимые ему экспериментальные подтверждения, в отличие от мембранного подхода. Что такое клетка-фаза? Это означает, что большая часть воды, калия в клетке, ограничен с этим калием и натрием, они в клетке связаны. То есть физически отличается их физическое состояние от таких же ионов в среде. С точки зрения мембранного подхода, вода и ионы в клетке так же свободны, как и в среде. Обе эти модели стремятся объяснить четыре фундаментальных свойства клетки. Это полупроницаемость. Чем больше молекулы, тем труднее ей попасть в клетку. Избирательность. То есть калий накапливается, натрий изгоняется из клетки. Почему клетка устойчива, астматически? И, наконец, почему она способна генерировать электропотенциал? Фундаментальными эти свойства являются потому, что в зависимости от того, как мы с вами, каждый из вас решает для себя, объясняет эти свойства, это влияет на ваше представление практически о любом процессе в клетке и в том числе влияет на ваше представление о происхождении жизни. Поскольку речь идет о живых клетках, то протоклетка, колыбель жизни, обязана иметь те же фундаментальные свойства, что здесь показано. Стандартная модель мембранная, мембрана, лепеденный слой и многочисленными белковыми включениями, каналами и насосами. При таком подходе происхождение жизни сводится по существу к происхождению живой мембраны. С точки зрения фазовой модели, ключевым событием происхождения жизни является появление кептида, поликептида белка. Потому что как только он появляется, свойственные ему адсорбционные способности адсорбируют, включаются, начинают функционировать. Почему? Я говорю о том, что там вода и камень связаны. Так вот, только появляется поликептид, там сразу начинают связывать воду и камень. Почему это происходит? Потому что, не обстоя на все разнообразие белков, у всех у них есть общая структура. Это поликептидный росток, который представляет из себя закономерно и метрически правильно, правильное чередование деполя, положительных и отрицательных. Взаимодействие с этими группами, учитывая еще исторические условия, это создаёт необходимые условия для абсорбции воды на поликептидном острове белка. Вода, и при переходе с каждой среди в жидкую, ее депольный момент возрастает на 60%. Это, естественно, связано с тем, что в жидкой фазе депольный момент взаимодействие, вода взаимодействует с водой, это поляризует молекулу воды, и следующее время заставили депольный момент. Но, интересно то, что в пептидной группе имеются функциональные группы, которые имеют больше депольный момент, чем вода. Например, у карбонийной группы на 46% депольный момент больше, у пептидной группы тоже есть депольный момент, который почти вдвое больше, чем депольный момент воды. Естественно, что молекулы воды будут активно взаимодействовать с такими депольными, поляризоваться, соответственно, и в абсорбционном слое будут возникать два фактора стабильности. Первое – это взаимодействие с сильными деполиум-пептидной группой и возросшие то, что сели водородные связи, возникающие между молекулами воды, которые поляризовались под действием сильных деполиум-пептидной группы, если в белке есть участок, который под пептидный астоп, который открыт взаимодействие, растворитель, будет образовываться абсорбционные слои воды. Если же в группировке пептидной связи участвуют в стабилизации вторичных структур, они уходят от взаимодействия с водой, и на таких структурах вода не астопируется. И мы приходим к такой структуре биофазосом, как ее назвали. Многослойная адсорбционная фаза воды с упроченными водородными связями, по крайней мере, с объемом. Понятно, что всякое растворение связано с тем, что приходится рвать, растворяемые вещества приходится рвать водородные связи между молекулами воды. Если они прочнее, чем в объеме, то такая вода, адсорбционная фаза, она будет плохим растворителем энергетически, термодинамически невыгодно растворяться в такой воде. Все, что растворено в такой фазе, будет выталкиваться из нее, и чем больше частиц, как надо, тем активнее и быстрее будет проходить выталкивание. Внутри фазосом может остаться только то, что адсорбировано на белке. Каким образом мы можем экспериментально установить существование такой адсорбционной воды? Для этого используется простой, очень метод равновесного диагноза. В диагноз на мешок помещается полимер исследованный, обомывающий раствор исследованный мускомолекулярный соединение, мембрана мешка полупонцами и царем, начинаются диффузионные потоки, которые заканчиваются установлением диффузионного равновесия. Как только оно произошло, мы относим концентрацию исследованного исчета в одессе ярезанного мешка к его концентрации в среде. Получаем коэффициент распределения Q, который является количественной мерой растворяющей способности воды в исследованном объекте и является, кроме того, индикатором новой фазы, если она появится, если Q, коэффициент распределения, станет меньше единиц. Здесь я собрал из нескольких источников данной по распределению и, более наглядно, мы представлены на следующем графике. Зависимость Q, коэффициент распределения, от молекулярной массовой шеи. Мы видим несколько примеров здесь. Здесь есть белки, консерваты и кранулы, дауэкс, геннобменная смола, гранулы размером 1-2 метра метра, партнажные мышцы. То есть есть и живые, и неживые модельные объекты. Обратим внимание на верхнюю кривую, на верхнюю кривую нативный гемоглобин. Несмотря на большую его концентрацию, 39%, мы не видим, чтобы гемоглобин изменял растворяющую способность воды. Но если тот же гемоглобин реализировать в человеческой среде, когда большая часть его альфа-спирали развернется, мы обнаруживаем, что такой гипотополин, который способен уже ансорбирует воду, он оказывает, обнаруживает фазную фракцию геоскоряющей воды. Консерваты здесь тоже интересны как модель. Какой мы здесь можем сделать вывод? Несомненно, что во всем причине этих изменений состоит одна единственная. Это единый физический фактор действия во всех системах, который является появлением фазы геоскоряющей воды. И тут барьерная функция живой мембраны, которая, так часто говорят, никакого отношения к полупроницаемости, как видите, не имеет. В последнее время получены, так сказать, воочию получены фотографии, это микрофотографии. Это нити из гидрофильного полимера. Здесь коллоидные частицы. Мы видим, что вокруг полимера образуется зона, которая свободна от коллоидных частиц. Природа и физические свойства этой зоны объясняются адсорбционными свойствами полимера. Полимерный гидрофильный полимер. Вот особо интересен, как у нас представляет мысль, у поверхности которой тоже образуется эта зона вытеснения. На основании сложного можно представить себе следующую структуру фазосомы и наноклепки. Это выдвинутая молекула белка, которая отцорбирует калий и воду. Вода, плавно являясь плотингоспорителем, вытесняет натрий. В результате мы видим, что налицо компактнентализация. Акцепционные свойства белка, она регулируема, она подвергается регуляции с помощью кардинального царба. АТФ, например, или его предшественники. Если АТФ разрушается, предшественник десорбируется, белок сворачивается, теряет способность отцорбировать воду, вода, адсорбционный свой исчезает, натрий входит по градиенту в область, которая некогда была занята водой, достигает белка, вытесняет ткань и так далее. Таким образом мы видим здесь компактнентализацию, созданную без помощи лифидной мембраны и всех молекулярных механизмов, которые с ней связаны. на насосах и каналах. Эти нано-клетки, это свойство тоже белка, агрегируют, образуют протоклетки, примером которой являются микросферы Фокса, которые обнаруживают другое фундаментальное свойство живой клетки, способность генерировать электропотенциал. Здесь представлен электропотенциал живого нейрона, а это потенциал действия, а это потенциал действия микросферы Фокса. И мы видим, что различия между ними несущественны, хотя по модели плотчки на Хаксли мы должны иметь для того, чтобы генерировать потенциал действия липидную гневрану, специфические ионные каналы для нагрева и калия, и насос для восстановления исходного состояния. Ничего подобного в микросфере Фокса нет, но тем не менее он генерирует эти потенциалы действия. Справа показано спонтанное изменение сопротивления проводимости микросферы, полученное микроэлектродом внутриклеточным, внутримикросферным отведением. Когда мы такие картинки, подобные картинки получаем для живой мышцы, мы говорим о том, что речь идет о каналах, которые спонтанно открываются и закрываются, на каналы в липидной мембране, как понятно, что в микросфере Фокса ничего подобного нет, нет липидов, нет специфических каналов. Что такое микросфера Фокса? Все, что я сейчас сказал, все, что вы уже услышали, можно опровергнуть только одним способом. Предложить другой способ формирования, появления в клетке не растворяющей фрактивы. Поскольку мы на картинке, первой большой картинке, сразу в микроэнероне видели, что явление полупроницаемости свойственно и модельным, и живым клеткам. А микросферы Фокса показали нам, что это и другое важнейшее фундаментальное физическое свойство клетки, способность генерировать электропотенциалы, способное этому микросфере Фокса, то отсюда напрашивается простой, ну не простой, но вывод, что первая протоклетка, которая явилась предшественником или родоначальником жизни, должна была иметь те же фундаментальные физические свойства, о которых я говорил, и на протяжении эволюции они не изменялись. Они оставались прежними и миллиарды верно лет и сейчас. Теперь сопоставим, что мы, как соответствуют модели, представленные мембранные фазы экспериментальные данные. У мембранной модели мы видим, что отсутствует совершенно экспериментально, не подтверждена возможность самовозникновения, самосинтеза, самофакции, как и чего хотите, и появление натрия-калиевого насоса, который с точки зрения мембранного подхода критически необходим. Не покажено самопроизводное возникновение высокоспецифичных ионных каналов. Спонтанная сборка, спонтанная сборка такой сложной структуры, как мембрана, включённые в неё каналами, насосами, всё это должно произойти, было, миллиарды лет назад самопроизводное. Это тоже никто не показал ещё. И, наконец, спонтанного формирования системы, непрерывного снабжения энергии, такого насоса, который требует, насоса тоже не показан. С другой стороны, фазовый подход. Аминокислотное самоображение спонтанного аминокислот показано, поликептидов показано. Поликептиды организуются в протоклетке, это мы знаем и по микросферам Фокса, и по другим моделям полиомолекулярная адсорбция воды, которая играет важную роль, как мы все видели, тоже показана. Способность аккумулировать камни, демонстрировать микросферам Фокса, просто у меня нету времени было давать эту картинку. поддержание целостности протоклетка с точки зрения фазового подхода не нуждается в постоянном притоке, непрерывном и постоянном обязательном притоке энергии для того, для поддержания своей целостности. Спонтанное образование предшественных АДФ тоже экспериментально доказано. Основные выводы. Базообразующие группы, экстракционные свойства, способны дать самые элементарные представления о том, как формировались самые элементарные, первые шаги, первые структуры, первые живые клетки. Минимальные клетки, которые сейчас стараются синтезировать с точки зрения фазового подхода, это и есть та нано-клетка, это йоно-водо-белковый комплекс, о котором я проверил. Изложенный позволяет утверждать, что биофаза является физической основой жизни. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.